Рад приветствовать на канале Коинпост. Криптоаналитик План-Б призывает сохранять спокойствие при текущей цене биткоина и уверяет, что именно терпение – ключ к нашей долгосрочной победе. А Баффет в юбке Кэти Вуд, которая является восходящей звездой фондового рынка и сторонником биткоина, считает, что первая криптовалюта остается на пути к 500 тысячам долларов за одну монету. Для этого институционалы всего-навсего должны занести в биткоин 5% своих средств. И, вероятно, они так и сделают. Вопрос только в том, когда это произойдет, друзья. Сегодня понедельник, и я уже традиционно предлагаю поговорить о главных событиях на рынке криптовалют и также о том, что будет влиять на цены на этой неделе. Также обсудим, что нам показывает и обещает курс биткоина. Заглянем в прогнозы аналитиков и затронем тему топовых альткоинов. Спасибо всем, кто заглянул на канал, и особенно, если нашел секунду своего времени, чтобы поставить лайк. Мы начинаем. Если развить в себе суперсилу под названием «Я не смотрю каждые 5 минут на график биткоина», то состояние рынка криптовалют окажется очень даже хорошим. Смотрите сами. Хешрейт биткоина теперь уже официально достиг нового максимума по среднему значению после того, как Китай ввел жесткий запрет на добычу криптовалют. Также на прошлой неделе было сразу несколько крутых новостей. Касательно принятия криптовалют, так платежная сеть Visa начала оказывать консалтинговые услуги по криптовалютам, чтобы ускорить их принятие. А в мессенджере WhatsApp началось тестирование платежей через цифровой кошелек Novi. Транзакции проходят с помощью стейблкоина PaxDollar. Обязательно стоит сказать про слушание в Конгрессе США, в котором участвовали видные представители криптоиндустрии. И надо отметить, что в отношении них и вообще отрасли политики оказались настроены крайне лояльно. Я даже публиковал короткий ролик в нашем канале в Телеграм, где конгрессмен Патрик МакГенри рассказывает, как Америка должна стать мировым лидером по развитию криптовалют. Были новости и более близкие нам, но там все без изменений. Так, в Генпрокуратуре разработали нормы для конфискации криптовалют, а в Следственном комитете собрались искоренить коррупцию, и для этого им позарез нужны законы для ареста криптовалют. И свеженькая новость от ЦБ. Регулятор решил запретить паевым инвестиционным фондам инвестировать в криптовалюты и инструменты, которые привязаны к их цене. Данный запрет коснется даже тех фондов, что доступны только квалифицированным инвесторам. То есть, как и раньше, власти не собираются помогать развитию отрасли, но при этом думают, как бы залезть к людям в карман и назвать это все налоги. Ну а кто не захочет, вот для того и придумали нормы конфискации. Так что будьте на чеку, и сейчас немного информации для тех, кто уважает свою приватность, а потом вернусь к обзору по рынку. Держать в тайне информацию о биткоинах – это лучший способ защитить свои инвестиции в первую криптовалюту. Сеть биткоина изначально была анонимной, ведь для создания кошелька не нужно указывать в блокчейне персональные данные. Но под давлением регуляторов многие биржи и обменники вводят верификацию пользователей, связывая реальных людей с их кошельками. Если не хотите, чтобы информация о ваших счетах была доступна широкому кругу лиц, переходите на биткоин-миксер. Сервис перемешивает ваши биткоины с криптовалютой других пользователей и пересылает их на чистый адрес, не связанный с вашими кошельками, по которым проходили верификацию. Получить максимальную анонимность в сети биткоина можно только при помощи надежного сервиса, такого, как Blender.io. Среди его преимуществ отмечу удаление логов всех операций. Доступ через сеть Tor, мгновенный обмен за счет наличия резерва средств и гибкую настройку времени задержки транзакций и комиссий. Также доступна поддержка адресов SegWit и Batch32. А минимальная сумма для микширования 0,001 биткоина. При работе с Blender.io вам достаточно указать адрес для вывода очищенных монет, задать время задержки и размер комиссии, и затем перевести средства на кошелек для микширования. Все очень быстро и понятно. Важно знать, что чем лучше сервис, тем больше у него нечестных клонов. При использовании Blender.io убедитесь, что зашли на правильный сайт. Ссылка сразу под видео. В начале ролика вспоминал Кэти Вуд и то, будут ли институционалы покупать биткоин. Надо сказать, что кто-то из них как раз этим активно занимается. О чем говорят данные баланса канадского спотового биткоина ETF. С начала декабря их балансы пополнились на 3500 монет. Ну и наша главная надежда и оплод всех быков, компания MicroStrategy, тоже продолжает покупать. А теперь о важном событии, за которым стоит следить на следующей неделе. Я снова буду говорить про США и их фондовый рынок. Потому что биткоин, ну очень любит падать тогда, когда идет сильная коррекция по индексу S&P 500. В конце прошлой недели он вернулся к максимальным значениям. Фактически проигнорировав информацию о том, что инфляция в Америке выросла до 6,8% и это рекорд за последние 40 лет. Почему рынок не упал? Потому что глава ФРС Джером Пауэлл готовил нас к этому, рассказывая, что данный рост будет и он точно попал в прогнозы. В эту среду снова ФРС примет решение касательно борьбы с инфляцией, а именно, будут ли они ускорять тейперинг и когда планируют начать подъем ставки. Я рассчитываю, что это все равно будут мягкие заявления, то есть тейперинг ускорят незначительно. А про ставку скажут, что еще совсем не время. Это то, к чему уже готовят инвесторов, и если все так и будет, рынки вряд ли отреагируют сильной волатильностью. Могут даже продолжить рост в акциях, что если не поможет биткоину, то хотя бы не создаст повода для падения. И наоборот, если Джером Пауэлл перегнет палку и тейперинг свернут резко, а по ставке заявят о скорых сроках начала ее роста, ждем тогда новую распродажу. Очень не хочется. Потому что биткоин и так находится на, можно сказать, последней поддержке для быков. Что еще позволяет строить планы на рост? Вот о цене и поговорим далее. В конце уже прошлой недели биткоин порадовал ростом выше 50 тысяч долларов. Но праздник продолжается недолго. Итого, мы получили зеленую свечу, но цена по-прежнему зажата в узком канале с сопротивлением в виде 21-недельной скользящей средней на 52 200 и поддержкой от 50-недельной скользящей на 47 500. Напомню, почему это важно. Формально, когда биткоин ниже 21-недельной скользящей средней, мы находимся на медвежьем рынке. А если упадет ниже желтой линии на графике, это будет означать подтверждение прихода криптозимы. То есть еще около полугода движения цены строго вниз, которое завершится падением еще на 50%, известным как капитуляция. Я не могу знать, будет ли это на самом деле, и не даю финансовых советов. Но именно так раньше работали циклы биткоина, а история имеет свойство повторяться. Вот почему я говорю о значимости поддержки на 47 500. Также я ожидаю, что может быть высокая волатильность и ложный пробой до 46 600, где получим поддержку от 200-дневной скользящей средней. Но оставаться на данном уровне нельзя, так как сейчас она ниже ключевой поддержки на недельном графике. И это важное отличие от коррекции в сентябре. Попытки вырваться из нисходящего тренда также возможны. И тут я согласен с аналитиками Пентоши и Вилл Клемент, что указали 53 000 как важный уровень для разворота рынка. На этом уровне сразу несколько сопротивлений, у Пентоши свои индикаторы. Я же ориентируюсь на предыдущий локальный максимум от 7 сентября. Текущий нисходящий тренд и середину диапазона в полосах Боллинджера. То, что разные инструменты указывают на одну точку, только добавляют ей важности. И я не могу пройти мимо быков аналитиков. Что по-прежнему строго верят в разворот биткоина и отрицают другие варианты. Вот какие прогнозы предлагает Тэчдев и его последователи. Сам он ждет, что биткоин все еще движется к своему максимуму во время этого цикла. А его последователи считают, что мы или повторяем коррекцию в сентябре, и тогда скоро цена двинется на 75 000 долларов, или вообще, еще с апреля этого года повторяем сценарий мартовского обвала в 2020 году. А это значит, что в 2022 году нас ждет еще приличный бычий забег. Как видите, мнений о будущей цене биткоина много. Если вы хотите быть на этом рынке, единственным правильным решением будет проводить собственное исследование. Я же готов помочь вам информацией и еще больше актуальных новостей и аналитики. Всегда есть и будет в канале CoinPost Telegram. Ссылка в первом комментарии. Подписывайтесь, я веду его лично. И на связи с вами без выходных и праздников. К части видео про альткоины хочу сказать несколько слов о Кардана. Было две интересных новости. А именно, начало работы над защитой от атаки квантового компьютера. А еще они запустили тестовую сеть, с помощью которой в будущем можно будет переносить токены и сети Эфириум в блокчейн Кардана. Звучит круто, но цена продолжает падать. Потому что все это будет только в будущем, и люди устали ждать. Фактически, с начала сентября у Кардана есть все необходимое для запуска DeFi. Но это не происходит. Как результат, среди причин падения курса появились такие, как снижение медийности, то есть хайпа, а также снижение количества ходлеров. Они теряют веру, что монета пойдет в новый рост. Совсем по-другому смотрится картина вокруг Солана. Даже несмотря на то, что второй раз за несколько месяцев их блокчейн существенно потерял в скорости и обрабатывал только одну тысячу транзакций в секунду. Вместо заявленных 65 тысяч. Настроение показывает, что разработчики справятся с проблемой, и все у проекта будет просто отлично. Вот, например, аналитики криптобиржи Kraken ждут в следующем году рост Солана еще на 255%. Но лично я буду ориентироваться на будущее всех альткоинов по поведению эфириум. Вот кто маяк для остальных криптовалют. И сейчас его позиции стали несколько сомнительными. На графике образовалась модель восходящего клина, что является признаком медвежьего разворота. И данная фигура сопровождалась дивергенцией по RSI. Еще один признак на смену тренда. Но общая ситуация может быть несколько проще. Даже топ-2 криптовалюта не может отправиться в новое релли без биткоина. И он продолжает тормозить весь рынок. То есть, не вернем биткоин на 70 тысяч, не увидим новых максимумов по альткоинам. Как-то так это обычно работает. Вчера выпустил видео, в котором рассказываю про то, как Солана стала топ-5 криптовалютой. И почему биткоин так и не добрался до 100 тысяч долларов. Ссылка прямо у вас на экране, если вдруг пропустили. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе. Продолжение следует...